Выставка, приуроченная к 215-летию ботанического сада, открылась в Музее истории Казанского федерального университета. Экспонаты, представленные в музее, раскрывают историю ботанического сада КФУ с момента его возникновения до новых современных витков развития. Выставку можно посетить в течение месяца в рабочие часы музея. В России продолжают вводить ограничительные меры из-за коронавируса. Насколько увеличилось количество вакцинаций за последний месяц, расскажем в следующем сюжете. Вслед за Москвой дополнительные меры борьбы с вирусом возятся и в других регионах. Закрываются туристические зоны, заполняемость заведений снизили до 50%, а для посещения общественных мест требуется пропуск в виде ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Ограничения пока не коснулись Сатарстана, однако жители республики предпочитают перестраховаться. Согласно статистике, на 10 июня первым компонентом вакцины привито более 655 тысяч человек. Это на 240 тысяч больше, чем месяц назад. Свой вклад в массовую прививочную кампанию вносит университетская клиника КФУ. На 9 июля 2022 года провакцинировалось 8 839 человек. Вакцинируется сейчас от 120 до 200 человек, бывает, не вакцины хватает. И количество вакцинирующих увеличилось. Это мы можем сравнить по статистике. Июня месяца, где было 1839 дней. Студентка Казанского университета, недавно привившаяся первым компонентом вакцины, рассказала о том, почему приняла это решение и как проходила процедура. Я прививалась в университетской клинике Казанского федерального университета. Было достаточно удобно. Вся процедура заняла у меня меньше часа. В это время входило заполнение анкеты, обследование врача и, собственно, сама вакцинация. В первый день у меня поднялась температура, но это не страшно. Она держалась где-то один-два дня и забивается парацетамолом. Во время отпуска у меня предстоит поездка в другой город и в Москву. И, собственно, учитывая ситуацию, которая сейчас там, нужно вакцинироваться, чтобы посещать любые какие-либо заведения и так далее. Чтобы обеспечить себе комфортный отдых без каких-то непредвиденных ситуаций, я решила вакцинироваться. Напомним, что привиться вакциной «Спутник Ви» можно в униклинике Казанского федерального университета по адресу улица Вишневского, 2А, запись по телефону 233-3200. При себе необходимо иметь паспорт, полис МС и СНИЛС. Ариадна Кугушева, Ленардо Валерьяров, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова